Звуковая разведка – это основной боевой вид обеспечения информации артиллерию. Главная задача – определение координат источника звука. Специальные приемники, но нас попросили их не показывать, позволяют засечь выстрелы и разрывы, тем самым спасти жизни многих людей. Работа кропотливая, на ее выполнение влияет множество факторов, в том числе температура, скорость и направление ветра. Получение и обработка данных о противнике и военных ресурсах позволяет определить уязвимые места. Они стреляют с определенной точки, и неподалеку у них были склады с боеприпасами. И наша артиллерия выучила прямо склады. Бойцы уверены, победа часто достается не сильнейшему, а более осведомленному. Поэтому к своим обязанностям здесь относятся очень ответственно. Меняются только аккумуляторы. Люди, которые работают на центральном пункте, на которые подходят все сигналы, то есть координаты, постоянно одна людина должна там находиться. Остальные два недели уже очень тихо, почти ни одного пострела не было. Для нас работы пока еще нет. Пока работы нет, бойцы занимаются спортом. В данном месте у нас находятся брусья. В свободное время от работы, когда тихо, ребята занимаются спортом, развивают себя физически. Дальше покажу. Штанга с ламаным грифом. То есть такие вот тренажеры, собственно, ручно изготавливали? Дерево, бензопила, пару гвоздей. А такой тренажер военным подарил пастырь. Есть такой пастырь Геннадий, у него 32 приемных сына своих. Мы привозим вещи, продукты, то есть то, что нам передают волонтеры, специально для детей. Ну вот он помогает, у него два сына воюют. И решил нам тоже подарить такой тренажерчик. Священнослужители всячески помогают бойцам. Многие поддерживают духовно. Почему военнослужащие ждут капелланов? И есть ли преграды в их работе на передовой? А также шокирующие истории жизни, интервью с военными и мирными жителями, прогнозы экспертов. Вся правда о зоне АТО, только факты. Смотрите в 14-м выпуске спецпроекта «Донбасс сегодня» в понедельник, 21 сентября в 19.45. Евгения Мельник, Юрий Васильченко из Донецкой области, ТВ5.